отвечаю на вопрос куда я колю какой филлер еще народ собрался или нет что я не вижу вот сейчас света мои ресницы увидит и позвонит мне скажет что мне пора их делать я смотрю это поле чудес уже самого раннего детства мне интересно сколько этой передачи лет наверно тридцать больше тридцати точно 0 меньше тридцати но не знаю на это поле чудес так филлер которого в губы я колю ювидерм я ищу джидерм пробовала и все но мне ювидерм нравится что мне юля колит она колит или эриджинес корейский препарат он охуительно стоит у девочек по два года он и в подбородок и везде у меня подружка которая постоянно живет в дубае она тоже его колит он колола он не растворяется у нее идеальнейшие просто углы лица она визажист она показывает на себе я смотрю на нее любуюсь это только вот корейский препарат он так вот действительно он как пластилиновый есть еще радиес но радиес лучше не колоть и так он как бы с коллагеном но хотя мы знаем что вот эти филлеры они распадаются их можно там из кожи вывести алангидазу уколоть все это что нельзя вывести с лица лучше этого не не колоть не вздумайте смотрим какой вопрос так где это все уже настолько вопросов ответила вот как ты начала зарабатывать деньги существенно моя первая профессия парикмахер я начала уже с 14 лет с 14 лет зарабатывать деньги я помогала мастерам в салоне я зарабатывала очень хорошие бабло я всегда зарабатывала бабло я всегда любила деньги я любила погулять походить в ночные клубы меня мама отпускала со взрослыми и я вещи себе покупала все и как бы я работал парикмахером очень много лет потом маме помогала салонный бизнес сделать так что я была всегда при деле при каком-то так что я бабло любила самого самой школы так какие впечатления от риму вера риму веру очень хорошо мне снял эти брови до чуть-чуть осталось но очень хорошо работает если не глубоко то риму веру уберет вот эту черноту с бровей вашу конечно если очень сильно черные брови то надо сначала лазером а потом то что лазер не убрал или риму вером сделать какой делать лазер для удаления татуажа не знаю девочки не не посоветую потому что я не убирал татуаж лазером на фото нет на одной брови есть вот здесь чуть-чуть тень не до убиралась от риму ну надо еще по убирать не поймите неправильно уберите на чу убрать непонятно какой вас вес и рост сейчас меня метр семьдесят рост килограммы и после праздников не взвешиваюсь боюсь слушайте но я беру в основном такие тональные крема которые там для фото видео съемки это либо армане либо и стела удару такие знаменитые марки тональных кремов я редко любишь секс конечно люблю муж не любит меня у нас двое детей у меня нет средств к существованию девочки не бойтесь что-то менять если вы останетесь одна может быть это будет к лучшему понимаете просто жизни когда вас сводит с мужем с которым у вас нету ни средств ни любви значит вам надо выйти как-то из зоны это просто поймите как бы хотите ли вы дальше жить с этим мужчина и средств существования я вам могу сказать девочки если вы не будете работать вы многие многие не скажу что все есть конечно бог там кого-то погладил по голове очень хорошо и там женщины там всю жизнь не работают живут счастье в достатке но это очень редко бывает когда женщина что-то делает она занимается своим бизнесом она процветает мужчина тогда как-то старается более уважительно к ней относится когда мужчина знает что она никуда не уйдет он заказывает музыку он может не любить он может издеваться может думать ну относиться к женщине неплохо понимаете тут обязательно обязательно надо какое-то иметь хобби на два-три часа в день и поверьте мне это хобби может вам приносить деньги просто надо найти вот то хобби или ту работу которая будет действительно приносить вам деньги у каждого человека она есть я не верю в том что он там нет работы просто надо себя найти я не хожу в спортзал как повысить самооценку самооценка очень часто у женщин только за счет мужчину почему-то она поднимается да мне удобно готовить с моими ногтями мне удобно с ними убирать я могу с ними делать все что угодно они мне никогда не мешают будем так говорить как повысить самооценку самооценка повышается когда человек нужный когда он востребован научитесь что что-либо делать от того что вы будете делать и дева идеальной кайф кайфовать от этого самооценка у человека повышается только за счет того что он какие-то поставил цели и достиг их либо повышается когда мужчины там любят бегают задаривают подарками вот так за счет этого у женщин у всех самого самооценка поднимается как поднять иммунитет вот я только лайнеком поднимаю иммунитет стоит ли 1 писать парню о своих чувствах к нему девочки вообще лучше всего не показывайте свои чувства к мужчине то есть это мужчины они начинают на голову садиться как бы вы сильно не любили и мужчину все иногда надо проявлять холодность я иногда смотрю я очень люблю это это султан моего сердца знаете есть в том что когда женщина чуть-чуть холодная не подпускают и не говорит о своих чувствах она более сильная тогда мужчина на голову не садится маш вы супер стоит ли развиваться в 18 лет всегда стоит развиваться в любом возрасте не только 18 лет ну спонтанности я люблю спонтанность я могу жить по плану могу жить без плана ну как какие-то основные планы конечно у меня есть на жизнь у нормального человека тоже они должны быть блин у меня интересно много еще вопросов для какого смотря лечения лайнек он вот я его колю это для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия самочувствия качественного просто он мне нужен для общего такого самочувствия потому что сейчас зима потому что болезни все остальное я и лайнек он ну именно укрепляет иммунитет когда иммунитет крепкий и тогда вы можете ну он сам справляется с разными болезнями гормонами все остальное если иммунитет слабый то сразу же аллергии проблемы простуды вся система гормональная тоже летит к чертовой матери как я говорю так что там дальше нет у меня народ спросили нет у меня с инсулином все в порядке и даже при таком количестве сладкого сколько я ем у меня все хорошо и замечательно не переживайте за это у меня все хорошо кроме пролактина то тут уже начали писать как будто я скоро умру так про спонтанность я уже писала слушайте в россии я живу очень давно около 12 лет наверное я уже даже забыла да скоро 12 лет как я живу в россии ой блин в москве не в россии а в москве живу страны еще люблю европу очень люблю европу есть люди которые любят азию я люблю европу не отыщусь прям от европы а парень кавказец женат ревнует называют шлюхой это от любви но в принципе если он женат не нам раз и называет вас шлюха и ну потому что вы спите женатым мужчиной вы для него шлюха если женщина русская для кавказца вы тоже шлюха даже если вы не шлюха вы все равно шлюха ревнует и ревнует не от любви а из того что хочет сидеть жопой на всех стульях сразу это не ревность это не любовь он просто ну не очень хороший человек редиска вы такая милая спасибо позже как я отношусь к сетевому бизнесу я вообще ненавижу это вы пара нл говорите людей которых кормят крахмалом на коктейлях этих крахмальных но не знаю я считаю что это грех травить людей вообще слушайте но мужчина должен по крайней мере больше зарабатывать чем я это сто процентов это тогда семья держится если женщины зарабатывает больше мужчины это как-то уже неправильно будет слушайте для меня главное чтобы мужчина развивался шел к своим целям и был сильным был лидером вот это мне самое самое главное деньги бывает так бывают мужик миллионы зарабатывает а потом бывает ничего не зарабатывает там опять миллионы зарабатывают тоже такие моменты бывают жизни так вас так много мне даже жалко иногда как бороться с брыльями был бы такой опыт вот у меня недавно спрашивали удаляла ли я комки беша нет я не удаляла это вообще считаю бесполезной операцией вообще полностью и первая операция которая ведет к брыльям эти мешочки которые здесь они сдерживают чтобы это не так упало от брыльев только поможет опять же сильный каркас либо делать смаз лифтинг с помощью смотря какие брылья с помощью но эта операция стоит около полумиллиона рублей потяжка лица смаз лифтинг либо ставить нити если ну как бы другого варианта нету но опять же нити вас спасут на два года смаз лифтинг улучшить состояние но надо убирать излишки кожи это опять же аппаратная медицина это фрактура все в таком духе около если сильно глубокий около шести процедур а то и 8 минимум нет мастурбации я не занимаюсь при живом тому же какая мастурбация как быть счастливы вот сейчас будет рекламная пауза к елене миф за свечками на любовь на секс на деньги на олигарха найдете мужика правда все работает возьмите свечки кто же отчаялся уже не знает что делать то как бы испробуйте этот способ почему я выбрала для жизни в москве ну москву для жизни я люблю стресс и я любитель стрессов ой девочки где найти хорошего мужика везде искать везде так сколько мне лет не могу говорить не могу секрет вы знаете скажу честно да у моего мужа есть дети очень много многодетный отец они слава богу взрослые у нее у нас хорошие отношения на расстоянии самые лучшие раз отношения когда они на расстоянии всем и всех любит всех помогает всех на ноги поставил так что его дети ни в чем не нуждаются потому что уже взрослые должны сами на себя зарабатывать по кто-то получил в мгу образование кто-то в лондоне так что очень очень так сколько пластических операций было так липосакция с попой нос два раза сиськи 44 операции пластических у меня было за все же какие таблетки я пила от пролактина я пила достинекс мне от него было очень плохо я думала что я с ума сойду у меня все трясло мне было вообще ужасное состояние потом я пила антидепрессанты виапакс а сейчас я вообще последнее время не пью потому что я решила если мне суждено умереть ну значит надо умирать хули лечиться уже ничего не помогает 20 тысяч долларов было выброшено на лечение меня все профессора все светилы там россии смотрели израиля и все остальное сказали что я просто такая вот сильно эмоциональная но я с этим ничего не могу поделать это как бы уже все так что после выброшенных денег в помойку я решила не лечиться я поддерживаю иммунитет смотрю все время проверяю периодически голову и все больше ничего не делаю я девочки я не мы с юлей юля кстати сейчас в этом я не знаю когда она вернется к работе но юля мне не я не колола носослезку потому что вот эти все филлеры он здесь для носослезки а они потом колбасой как либо как мешками отеками делает она мне просто вот здесь очень хорошо выложила вот эти яблочки у меня на ну натянулась здесь вот у меня носослезка была но если у вас есть грыжи и вы туда в колите как он вам косметологу колет филлер у вас будет вот такие вот мешки под глазами потому что эти грыжи еще воду натянут в общем то я вот под глаза вообще ничего нельзя не колоть ничего с ними делать колоть можно только там а темных кругов под глазами от синих кругов но не знаю вот эти филлеры да а такие я не колю потому что у меня колбасой один раз как проснулась побухала проснулась вино у меня такие колба у меня глаза были как у киргиза вот такие вот мешки под глазами я после но вообще очень мало кому подходит вот носослезку колоть лучше либо скулы подкалывайте либо сюда нитки ставьте либо вот сюда уже гель тогда чуть-чуть натянется и носослезки не будет ой вы знаете это давно мне дарили свитер я не знаю где его взять честно девочки да да будут видео на ютюбе дайте мне созреть дайте мне отдохнуть я передохну и обязательно будут видео на ютюбе я обещаю не переживайте за это обещаю в этом году постараюсь хотя бы 20 30 записать в том же духе спасибо как малярные мешки убрать надо смотреть грыжи это или мешки блин грыжи это или мешки просто мне это как его мне мне грыжи вот эти закалывали как только они начали разрастаться я их заколола и они перестали ну как бы разрастаться я не убирала с помощью блефоропластики потому что если эти мешки убрать будет избыток кожи а потом что делать с этим избытком кожи в принципе не знаю что делать не знаю надо смотреть может это уже нужно блефоропластика я какой возраст слушайте но массажи лица если у вас нет филеров и нет ботоксов либо вам надо восстановить мышцы лица обязательно делаете если вы не любите не филеры не уколы то делайте массажи лица это очень помогает просто найдите хорошего специалиста чтобы у вас были то в тонусе все время мышцы помогают конечно помогают девочки у вас такие вопросы как привлечь нормального мужчину не альфонса но просто изначально не думать что он вам попадется если вы будете думать что вам попадется альфонс вы найдете альфонса по поводу еще тоже все раньше спасались советское время массажами лица раньше же не было никакой пластики все актрисы только на массаже и ходили лица потому что ничего не было боже у меня столько вопросов я не знаю отвечу ли я до утра планируете ли мы вы все узнаете следите за моей страницей вы все узнаете все увидите так маш не думаешь провести конкурс о том как оставаться молодой слушайте но я не знаю но это на марафон надо будет каждый по полям по ляму сброситься чтоб я всех оттюнила сделала красотками ну как минимум как минимум полляма это минимум это если я там найду врачей упрошу там за какие-то маленькие деньги ну потому что как бы вложение не меньше миллиона я так думаю это по самому по самому минимуму что подарить им члены день рождения слушайте на самом деле не знаю я свои своему любимому подарила питоновую куртку я думаю что аксессуары мужики любят там эти луи витонные сумочки там кошельки всякую такую ерунду куртки какие-то дорогие экономит бюджет из-за бизнеса и теперь не дарит подарки слушайте ну а причем здесь подарки на праздники должны быть муж экономит деньги из-за бизнеса а вы девочки смотрите из депрессухи вы должны найти понять а чего депрессия если вы сами с собой не справляетесь обязательно поедите к психологу хорошему он вас выведет из депрессии вот у меня анна александровна психолог очень хороший ну и как бы лера тоже у меня кучу очень хороший можете марафон пройти им бывает такая затяжная депрессия иногда надо и к психиатру обратиться чтобы выписал антидепрессанты тут надо понять какая у вас депрессия если поверхностно это одно если глубокая такая самая такая затянувшиеся то это только антидепрессанты на фоне чего может вы там много пили мало серотонина тоже может быть из-за этого депрессухи сильные тогда придется принимать химические препараты однозначно нельзя ответить будут видео лайнек можно в аптеках приобрести без рецепта врача до лайнек можно приобрести без ну рецепта врача но надо только его в мышцу колоть либо в попу либо в руку но как бы вы сами если себе будете колоть вы такого эффекта не достигнете потому что по точкам надо колоть так слушайте насмотрели и вы знаете девочки кто бабы прощали измену мужчинам мужчины продолжали дальше гулять если вы об этом узнали что вам изменил мужик и он уже вам сказал надо только собирать вещи уходить потому что дальше будет только хуже если вы сами пытаетесь докопаться до измены и потом остаться жить как ничем не бывало не бывает либо вы делаете вид что типа ничего не произошло и вы не знаете об изменении если вы хотите жить с мужчиной дальше подыгрывать ему понимаете в чем дело по-хитрому ой как найти хорошего мужчину я шо вам фабрика по хорошим мужчинам что ли у меня как будто дом до дома такой приют из хороших мужчин просто скажу ты секс боже мой кто-то тут и извращенцы какие-то процесс пишут машка ты мой бог для подражания спасибо большое нет не было во владивостоке да маша хочет детей любит детей хочу жить как стать уверенной я уже сказала самореализация будет уверенности так слушайте но во первых техники перестаньте сами себя оценивать гнобить можно дать себе оценку который ты была в прошлом в принципе если вы не можете вернуть прошлое зачем о нем помнить зачем мой себя гнобить надо просто о нем забыть и сделать просто уроки чтобы больше не будет этого делать того что вы будете вспоминать что вы сделали чего вы не сделали ничего не изменится надо решать то что вокруг вас сейчас вопрос я да я что должна сейчас себя ругать сколько денег я проела пропила прогуляла выкинула на шмотки мы сегодня с подружкой разговаривали с которыми 20 лет дружим и мы так ржали я говорю жанка сколько мы денег было прогулено сколько она говорит блять еще один дом я говорю точно я говорю блин не говорю надо было складывать она говорит деньги урижан зато говорю как мы с тобой гуляли блять люди сейчас даже олигархи говорю не гуляет как мы чтобы гулять она ржет говорит сто процентов конечно ну о чем сожалеть значит ты сожалеешь что ты живешь иначе ты мне вишь бога нельзя ни о чем дать у многих людей было сделано очень много ошибок пройдено неправильных дорог ну и что теперь повеситься что ли да и девочки перестаньте себя оценивать вот мой муж контролирует сколько я в эфире полчаса нет а да точно полчаса вот я вот я только отмени отвечу на три вопроса из и заткнусь по у меня высшее экономическое образование он публике у меня магистратура я заканчивала университет у меня хорошее образование я очень умная так что у меня пару троек было так что вот как-то так я экономист по образованию так ой самая эффективная процедура по твоему мнению это липосакция от того чтобы не жрать оказывается я люблятинку посмотрела а все эти псевдо спортсмены все делают липосакцию так что они все вас наебывают фитоняшки все на липосакции сидят и на спорте так что блин не обольщайтесь не убиваете себя в тренажерном зале к тридцатке все равно будете делать липосакцию он так как часто нужно заниматься сексом в браке но в принципе когда муж попросит но если он накосячил конечно не ему нельзя давать а и так мужчина хочет куда же денешь денешься я не знаю смотря ну я же вам сказала что выбирайте по темпераменту мужчину иногда надо и три раза в день заниматься сексом а кому-то 5 надо заниматься смотря какой мужчина кому-то вообще там мужчине там надо раз в неделю есть же разные мужчины я ешь не в курсе все любимые мои меня муж уже зовет сказал ты полтора часа просидела но завтра наверное надо если вопросы не исчезнут еще выйду в эфир целую